Команду, sir, make a cab inspection. Делай в кабине inspection. Это будет обязательно. Запомни хорошо, что 8 упражнений мы имеем с воздушными тормозами. Если бы ты был крестьянин, я бы тебе сказал, ты должен их знать как молитву, как отче наш, крестьянин, в церковь заходит. Каждый тест понимать, 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 потому что любой тест выполнен и неправильно. Инспектор, я у тебя дисквалификацию, иди домой, Камран, ты хороший парень, у тебя борода красивая. И учи дальше. Учи дальше. Учи дальше. Приходи на следующий экзамен. Итак, I check, I make a cab inspection first. Визыгнишин он дал ключ одну позицию, дал ключ одну позицию вправо, зажигание включил. Нормальная позиция ключа, одну позицию вправо дал. Вот индикатор тебе показывает, что зажигание включено. Не шути. С включенным зажиганием начинаю. Now I check my belt. My belt, good condition, secure. Not broken, no cuts, no any damage. Accepted luck, good condition, secure. Boom-boom, за мной. По большим словам, если у тебя хороший английский, что-то лепи горбатого, что угодно рассказывай. It's good, if luck is good, secure, roll is secure. Окей, пристегнул. Now I check my air brake. Сейчас я проверяю мои воздушные тормоза. My system should be fully charge, one phone, не подписывай. Сейчас неполная система. Ну, говорит пищалка. Сэр, let me pick up my pressure, because system should be fully charge, one phone, не подписывай. Ты уже берешь управление кораблем на себя. Ты капитан корабля, командир корабля. Меня папы уже нет. Смотри, мало давления? Да. Pick up pressure. Ускоряй закачку. Ускоряй закачку. 10, 12. Чтобы только не порвать мотор, слушай обороты двигателя. Ровно, не газовать. Бум. Бум. Неровная подача газа может привести к механическому повреждению двигателя. Можешь оборвать поршень, оборвать шатунь, провернуть вкладыш. Еще тысячу проблем может задать. Не делай так, как мотоциклистик наш Ж, Ж, Ж любит газовать. Знаешь, девочки стоят, надо показать, что я петушок. Я тоже любил газовать. Пацаны не понимают, что они убивают движок. Убивший движок выбросишь весь мотоцикл. Ровная нагрузка. Ну, считай, что 125, что мы время не теряли. Вот оно, 125. Мы ее доводим до 125, да? Обязательно. Чтобы начинать проверку, система должна быть полностью наполнена. Вот, понимаете, хватит, Исай. Ну, считай, что полный. И мотор у меня выключил. Выключивший мотор. Не забудь зажигание включить опять. Вот у меня пацан был в понедельник. Как его зовут? Камилу. Ты не видал Камилу? Нет. Такой пацанчик. Он докачал. А это молодой, который? Он не молодой, ему лет 35. Он докачал и забыл включить зажигание. И все фейл? Все фейл. Итак, без игнишин он. Я дал игнишин. Вот индикатор, посмотри. Вот смотри, если выключено. Нет индикатора. Смотри. Лучше всего по индикатору. Язык начинал начать мой эрбрэк. Первое упражнение. Как ты думаешь, что давай проверять утечку воздуха. Пока мы в гараже. Пока тут мастера механики. А то же мы не на пол обнаружить вовремя утечку. Ты что, если тут обнаружим маленькую утечку. Она по дороге больше, больше, больше. И скоро будет такая утечка, что компрессор-то все время качает. Но если дырка будет больше, чем компрессор, то качивает. Он-то мало докачивает. И значит, не будет хватать 125, где пружине распрямятся и остановят рак. Понимаешь? Угу. Так. Итак, первое упражнение какое? Проверка утечки. Утечку проверяем воздуха, пока мы в гараже. Как мы проверяем утечку воздуха? Подал воздух в воздушные камеры. Трака и прицепа. Но, как правило, прицеп у нас отпущен. Не замкнутый. То есть нажимаем его? Это нажатый. Там не замкнутый колеса трейлера. Вот я буду нажимать. Нажавший. То есть снять ручной тормоз. Тебе легче понимать. Снять паркинг брейк. Но он может катнуться. Чтобы он не катнулся, а чуть-чуть нажал педаль. Я чуть-чуть держу. Если катнется, я чуть-чуть добавлю. Но не резко бью. Потому что резко ударивший, много выброшу воздуха. Я чуть-чуть держу. Подаю воздух. Я проверяю утечку воздуха. I have to press down, break pedal. I have to release my parking. Подал воздух. Смотри. Немножко упадет на заполнение. Я же буду заполнять одну камеру. Вторую, третью, четвертую. Четыре камеры. Четыре паунда я буду терять. Еще раз. Нажал, нажал. Смотри сюда. Бум. Смотри, упало. Упало немножко. Это, это, это двигает. Упало, я остановился. Я жду целую минуту, а вдруг будет. Смотри, датчик не уходит вниз. Нет у меня утечки. Смотри. Если бы стрелка уходила, значит где-то дырка и где-то система уходит в воздух. Значит, надо ремонтировать. I have to wait one minute. Еще раз. My air pressure should not lose more than four psi for one minute. Бум-бум. Нажать его вам. Жду полную минуту. I have five, ten, twenty, три. Полную минуту. Инспектор фиксирует время, чтобы ты не украл у него одну секунду, а то вы же имете проблему. Чем не говорит ждать минуту. Выполняем. Тори, фори, фифти, сифти, сэк. One minute after, no leak. Нет у меня утечки. Понятно? Хорошо, что я чуть-чуть держу педаль. А я себя не держал, смотрю, он поехал, Петруха. Я говорю, поехал. Инспектор бьет на тормозную педаль, а тебе делает кирдек. То есть держать, держишь, пока не закончишь. А я чуть-чуть держу. Я пока держу. Я закончил, я еще буду держать. Понятно, утечку воду, как мы проверили. Да. Когда их понимаешь, это очень легко. Когда не понимаешь, значит, поймаешь педаль. А это остается рылось, утоплено? Окей. Значит, я держу трак, чтобы не катнулся за счет педальки. Смотри, если я отпущу, смотри. Ну. Покатится, видишь, да. Ну, он может и не катиться. Там ровная поверхность. Единственное. Один раз, и в 100 случаев он покатится. Чуть-чуть держи. Если он катнется, я чуть-чуть добавлю. Чуть-чуть-чуть. Понятно. Все. Нет у нас утечки. Мы взяли трак и катим на Калифорнию. Скоро уже Калифорния. И вдруг началась утечка воздуха где-то. Или в воздушной камере. Или в шланге дырочка, старый шланг пересох. Или там сальнички есть. Все это там в районе воздушных камер. Как мы обнаружим утечку воздуха? Нужно ли нам ее обнаружить или нет? Как ты считаешь? Ну, я думаю, нужно. Необходимо. Для чего? Чтобы ехать. Сейчас. Для чего обнаружить утечку воздуха? Для чего? Ну, чтобы не останавливаться на улице. Чтобы трак не остановился, потому что началась утечка. Помни, она маленькая, а потом больше, 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 больше. Как нам обнаружить утечку воздуха? Потому что если ты начнется утечка воздуха, и ты будешь продолжать движение, а дырка больше, 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 весь воздух уйдет, и тормозные пружины расставляются. Идет блокировка. Разводный колодок, тормозный колодок, и трак встанет на хайвее. И ты создашь аварийную ситуацию на хайвее. Соберешь миллион траков там где-то сзади. Понятно? Итак, второе упражнение отчет. Лоуэр преша варнинг сигнал. Как мы обнаружим? У нас есть специальный прибор, который ты едешь спокойно, круговой обзор. Посмотрел, что кто впереди, кто слева, кто справа, кто справа. Все прям, pay attention observation, pay attention observation, чтобы ты увидел, а вдруг какой-то зайц хочет проскочить или оттуда, чтобы ты вовремя, ты за дорогой смотришь. И вдруг сигнал сработает. Сигнал тревоги. Он сразу возьмет внимание на себя. Ты сразу вклиниваешься. Меньше разговоров, потому что ты встретил земляка. Ля-ля-ля, начинаешь басни ему. Он тебе басни. Рот не закрывается. Внимание потеряно. Или кто-то музыку включил на полную громкость. Он не услышит сигнал тревоги. Давайте отменьше болтаем земляком. Потом на тракт ставим. Так, я извиняюсь. Да, нормально. И так, как мы проверяем сигнал тревоги? Итак, второй тест. Лоуэр преша варнинг сигнал. Визы гнышин он. Особенно зажигание нужно для второго теста. Потому что это электроприбор. Вот он был электриком. Если в доме нет света, ты же не включишь лампочку на пятом этаже. Во время движения у тебя зажигание включено. У тебя же бортовое. Все питание под питанием. Ты же был электриком. Ты же помнишь? Я нет. А кем ты был? Не электриком. Ну, с виду ты так вроде как был. На электрика похож. А кем ты был? Юристом. Да в Ташкенте. Кто-то агроном, кто-то агроном. Слышь, тот экономист. Слышь, этот юрист. Товарищи ученые, доценты с кандидатами. Замучились вы с фиксами. Запутались в нулях. Сидите там, разлагаете молекулы на атомы. В то время как разлагается картофель на полях. Значит, как же нам проверить, или этот сигнал работает? Давай выбрасывать воздух. Имеет зажигание включено. Я искусственно выбрасываю. Смотри. Бум. Смотри. Бум. Вот, вот. Знаешь, почему она рано включилась? Потому что я полностью не докачал. Несколько раз качнуть. Сигнал тревоги сработал. Этот сигнал тревоги для чего нужен еще раз? Напомни мне. Чтобы увидеть тревогу на корабле. Что воздух утекает? Воздух. Уже упал наполовину. Уже наполовину упал. Ты командир корабля, утечка. Корабль дал течь, что надо. Немедленно к берегу. Правильно? Иначе. Кирдык. А мы должны немедленно пулловер на бочину. Правильно? Итак, второй тест. Lower pressure warning signal. Визыгнешенон. Второй раз. Не забудь. Второй патрон. Мое выражение. Вот увидел зажигание включено. I have to continue. I have to pumping. Провосируй. Выбрасываешь, выбрасываешь. Выживаешь огонь на себя. Хватит выбрасывать. Огонь сработал. Комментирую. Signal buzzer, come on. When air pressure around, 60 psi. My warning signal working good. Если он не работает, я скажу хозяину хозяину. Warning signal не работает, дай мне другой траке. Я на этом не поеду. Я же не обнаружу утечку воздуха. А вдруг начнется. А вдруг не начнется. Может быть, ты будешь ездить 120 лет, и у тебя не начнется утечка воздуха. Кто знает. А если начнется, и у меня не будет предупреждения, я буду продолжать движение, пока весь воздух уйдет, пока трак встанет на хайвее и перекроет движение всем проходящим машинам. Поэтому очень важный фактор сигнал buzzer. Иду к хозяину, хозяин. Я не поеду на этом траке. Пока механики тут, мастера, поменяйте мне сигнал тревоги. Понятно или нет? Итак, на экзамене комментирую. Варнинг сигнал. Комон, вы на проезжей раунд. Сикс-ти пи-сай. Варнинг сигнал. Воркинг гет. Все хорошо. Не отпускают. Он поедет. Еще пружины не замкнутые. Еще 60. Еще пружины сжатые. Еще у нас есть во время движения сигнал тревоги. Это еще пружины не расправляются. Это у нас еще и запас воздуха. Плавно-плавно идти к остановке. Немедленно к остановке. Немедленно и тебе хватит воздуха. Ну пропустил в правом ряду там один тракт, другой там пару машин. Ушел на обочину. Ушел на обочину. Там уже спокойно. Аварийки поставь там. Треугольники поставь там. Вот. Закури. Если не куришь, девушке позвони. Тещу позвонить. Доложи обстановку. Понятно. Итак, третий тест. Spring Emergency Break. Я докладываю экзаменатору, что я понимаю, что меня ждет скоро впереди. Меня ждет Spring Emergency Break. Гэпто-конфильный паблик. Я выбрасываю специально. Покажу свои знаки. Смотри на прибор. Ниже, 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 ниже. Ниже, бум. Трейлер уже бахнул. Сначала трейлер бахнул. Не трак сначала, а то трейлер набежит. Сначала трейлер бахнул, замкнул. Продолжай, бахнул. Трак бахнул. Бум. Spring Emergency Break попал автоматик. Ты понял, блокировка сработала? Если ты продолжал движение. Понятно? Ну-ка, я могу снять, или он поедет. Вы можете снять, он же сработал. Сработал, он не поедет. Снимай. Снять бы. А то считается, касание тормозной педали, есть легкая утечка. Водуха. А я не хочу больше выбрасывать. А то, что больше выброшу, больше мне закачивать. И так, три первые теста повторим. Air Lake первый тест. Второй. Warning Signal. Третий тест. Spring Emergency Break. Не забудьте, хотим урок взять у меня буклет, что учить. Там расписано то, что я рассказываю. Четвертый тест. Как ты думаешь, какой? Нам скоро ехать? Что так показал? Без понятия. Не знаю, какой четвертый тест. Ну смотри, нет воздуха. А, накачать воздух обратно? Закачать воздух. Не просто закачать. Safety Start Engine. Безопасный запуск мотора. Безопасный. Не просто стартанул. Ты понимаешь? Я пришел с рейса, устал за месяц. Бросил тракт на включенной передаче. Убежал там, бабушка ждет. Убежал. Подмен. Другой водитель пришел. Не проверил, или трак оставлен в безопасном режиме. И запустил мотор. Оставленный тракт на включенной передаче. Не поставленный на паркинг-брейк на блокировку. Не проверил, что нейтралка есть. Стартанул другой водитель. Трак окорванул. Не надо стартовать. Окей. Я бросил тракт. А молодой водитель разворачивался. Легко меня ударил. Я бросил тракт на включенной передаче. Смотри, на включенной передаче. Трай. Другой водитель толкнул мой трак. Помни, дизельный двигатель, получивший легкий удар. Оставленный на включенной передаче. Не поставленный на блокировку тормозов. Буль-буль-буль завелся. И поехал сам. Ему не нужен. Вася, Камран с бородой не нужен. Федя. Он сам поехал. Понятно? Он и выключится тоже может так. Потому что нашу машину ты ключ не вытащишь. Когда ты ездил на паркинг не ставишь. Ну, про ключ, про вашу машину давай, мы не будем говорить. Подождите. Несколько еще раз. Тракт-дизельный двигатель, оставленный на включенной передаче. Не поставленный на паркинг, получивший легкий толчок, удар. Завелся буль-буль-буль. И поехал. Все громить на своем пути. Понятно? Или ты, неопытный водитель, оставил на крутом подъеме, поставил на включенную передачу. Пускай на заднюю. Но на заднюю он не может тронуться. На переднюю. Оставил переднюю передачу включенную. Не поставил на паркинг-брейк. Тракт-груза. 40 тонн груза. От крутого уклона может. Буль-буль-буль сам завелся. И поехал. А Вася остался там кофе пить. Чтобы делать безопасный запуск мотора. Чтобы исключить разные нюансы. Я проверил мой ключ. Не вынимай его. Майки. Даем характеристику. Вот Condition Security, not broken part, no any damage. No illegal welding. Оно у тебя было поломано. А ты пошел к дяде Васе. Он пьяный приварил. А оно опять обломается. Ты потом не сможешь выключить мотор. No illegal welding. Дал характеристику. Ключу. Дал характеристику замку. Magnetion lag. Good Condition Secure. Not broken part, no any damage. No illegal welding. No missing bolt, no losing part. Многие ваши пацаны. Тоже салам алейкум. С бородой. Выключая мотор, кидают ключ. Кидают ключ влево. Выдергивают силой. Пока замок новый был. У него есть стопорные шарики, стопорные шайбочки, которые не дают ключу легко вытянуться. А так как ваши пацаны здоровые быки, силой только бум, а силой можно с дуру можно и хуй сломать, выдергивают шарики, выдергивают стопорные шайбочки. Но еще раз. Мягко, нежно, из нового замка не вытащишь ключ. Значит, мы проверяем ключ. Да, значит, из этого замка выдергивают стопорные шайбочки, все кишки, короче, по-русски выдергивают. И потом там одно пустота стоит, и когда-то, может, там и контакта не будет. Проверяем состояние замка. Ну, вот так, рассказываем. My ignition lag, good condition, secure, not broken part, no any damage. No losing part, no missing part. Ну, нет потерянных узлов, выброшено. Четыре точки проверяем перед запуском. Тест называется safety start engine. Ключ я проверил, замок я проверил. I have automatic transmission track, I have a normal neutral possession. Normal. I have a parking brake tractor and trailer in the own possession. Еще раз. Ключ проверил, замок проверил. Нейтральное характеризовал automatic transmission, нейтралка я имею, вот neutral. И parking brake замкнул. Тогда мне ничего не грозит, никуда он нервонютра. Другой случай был. Другой водитель. Я приехал там с работы вечером, уставший, бросил на передаче, не поставил паркинг-брейк, мозги уже не работают. Бросил трак, убежал скорее к бабушке, там бабушка ждет. Другой водитель думает, я еще покурю, я пока разогрею движок. Встал, запустил мотор, он встал на включенной передаче. Это только стартанул, хотел еще покурить на горе. Трак забился, потому что было это раз. Ты должен всегда перед запуском проверить или нейтралка, или паркинг-брейк. Значит, не проверившись, стартанул, трак как рванул, завалил этого Васю, и поехал забор завалил. Хорошо, камни крепкие были. Разбил с морду все. Понятно? Значит, ты понял. Перед запуском проверяйте четыре точки обязательно. Ключ хороший, замок хороший. I have a normal neutral position, I have a parking brake tractor and trailer in the own position. Водоедатель? Нет. Говори пока, я добрый. Спасибо. Ваше здоровье. И так тест называется, 70 start engine. Start engine. Закрывай дверь. Сэр, please close the window, сэр, because I want to pick up my full temperature. Максимум холода, это ручка моторчика вправо, а эти две ручки влево. Тогда максимум, чтоб ты знал холода. Я так вижу. Забудил мотор, начинаю проверку в кабине. Now I get my mirror. Sir, total I have a seven mirror. I have one, two flat mirror. I have a one, two, three, four, five, five curve mirror. All, путем просрежки, показывай, показывай, показывай. All mirror is secure, not broken, no crack, no damage clean, properly mounted from the gap. Two flat mirror, one, two, one, two, three, four, five curve mirror. Дал характеристику. My mirror has a bracket. One bracket, two, three, four. All bracket is secure, not broken, no damage, no crack, no illegal welding. Побольше слов, если, побольше фантазии, рассказывай о тебе, если можешь, они это приветствуют. Чем меньше ты даешь слов, тем больше шансов, что он тебя не квалифицирует. Скажет, мало даешь информации, мало. Новые правила требуют. Побольше лапши вешай, лапши, лапши. И будешь уважаемый человек. My bracket has a bolt, not clamped. Bolt, not clamped, no missing bolt, no losing clamped, no losing max. Так, зеркала привязал, как бы, три информации. Зеркала проверил, mirror bracket проверил, болты дайки, clamped и проверил. Зеркала не закончили. Now I check my vixie. My vixie put on a secure, not broken, no crack, no any damage clean. It's properly mounted, because last time I checked mirror, the guy didn't put it, no good, my rubber. And when rain, I have, I had rain inside. Now properly mounted good rubber, good secure clean. No illegal sticker. I have only legal sticker. Пацаны любят наклеечки, голых баб там наклеить. I have only legal sticker. Inspection registration up today. Вот. Наклеишь на колы, наклеечки. А там будет делать инспекшн и будет проводить проверку. Помнишь на дороге? Он тебе даст такой тикет этот, illegal sticker, что если очень страдаешь, по бабам лучше там на тракте сами протянуть, будут дешевле стоить, чем эта картинка. Понятно? Не улыбайся, это жизнь. Понятно? Закончил. Но и не до лодки, а ты вроде лидовский там. После лобового стекла заходим в кабину. Вот так. Это мой такой стайл. Можь хоть, можь как угодно, но у меня строго дорожная карта. Я требую эту дорогу, я военный человек, вижу, на военной форме. Строго у меня дорожная карта, потому что пацаны приходят с других школ, а там так объяснили одно, другое, а то забыли. Каша, такой микс. У меня строго, смотри, зашел в лобовое стекло, зашел в кабину. А здесь пять бойцов. Скорый влезли в окно. А здесь пять бойцов встречают. Пять индикаторов. Пять индикаторов. Пять бойцов охраны. Первый индикатор. ABS индикатор working good. Have a possession of possession. ABS. Antilag breaking system indicator. Противоблокировочная система тормозов, сэр. Мой индикатор выключен. Because my system working is good. Второй индикатор. Левчонок сигнал, лопу. Working good, sir. You like it, sir. Сэр. Райкер сигнал indicator working well. Мой hazard light. Лопу. Индикатор working good. Мой хайбим indicator. Данилосвета индикатор. Кучу фары. Вот они фары. Хайбим индикатор этой ручкой. Working good. Смотри, горит голубой огонек. Лоу бим working good. Лоу бим уже новый индикатор. Еще раз включенным свитчем. Это ночной свет. Дальний и ближний. А менять дальний и ближний вот этим ручкой. Мой хайбим индикатор working good. Лоу бим working good. Давай заканчивать уже с этим свитчем. В нижнюю позицию. Средняя позиция пустушка. Нижняя позиция май пэнолайт. Май боди лайт. Working good, sir. Показываешь, смотришь. Working good, sir. Понятно? Да, бэнолайт. После этого закончили с ним. А тут вот следующий наш цех. Вора вайпер. Пшикай, не жалей. Пш-пш-пш-пш. Воды, дай воды. Пш-пш-пш. Вора памп working good secure. Вайперс арк. Пропорим аутин инсекюр. Натброкинг парк, но и не дэмэдж. Раббер, выкингод секюр, но кац. Непорванный, непотресканный май. Закончил с этим. Смотри, отсюда идем сюда. Отсюда идем сюда. Колеса были вправо вывернуты. Я подал трактный экзамен, я вывернул колеса вправо и отпустил. Чтобы проверять, руль или он не имеет свободного хода. Давай сначала его выровнять. А то я боюсь, один не выровнял. Тронулся, бум, а бампер, ааа, бордюр. И все, ку-ку. Значит, будем летать около бортура. Значит, колеса вправо. Я его взял вправо до упора. Обратно пол руля и два полных делы. Раз, делай, два. Чтобы не выглядывать в окно, как воробей из гнигда. Поверх мне уже ровные колеса. Значит, мастерин вилл. Мастерин вилл окей, секюр, но плей. Нет свободного хода. Кэнт плей, у кого-то может плей. Но может дух от пони-инчис. У кого-то может есть, будет свободный ход. Мастерин вилл окей, секюр, но плей. Сити гор. Хайлей гор. Ты любишь это? Класс. После руда сюда прыжок. На дашборд? На панель. Гейдж пэнер. На очередь мой ойл прэшэ дэч. Видишь ойл прэш? Да. Макарыч будет после гавина. Конечно. Ойл прэшэ дэч воркинг. Тормал оперативный фронт. с 1.40-1.60 п.с. Эмэржентий вилл окей. Бот wasnо и.. Муру certified пэнер. Много апрэй. Гэтan из 1.60avoir ты reporting. Мoa год. Мой оперативный инкон, бот��... Моя стэп collaborative был constitu 끝. Маа-мэрэнgaстед imagine дивлэс DE. Но и обждайте ойл. self-for это Merry überрыg! Эммерседия редлайтера не стоит. Обратите внимание. Помнишь сигналка тревоги лоуэр пресса, помнишь, потухла? Она потухнет, когда у нас 60-70-80. Ниже, чем 60, она загорается. А сейчас идет закачка 70-80. Она потухла. Раз она потухла, Сэр, я хочу подать воду в трейлер. Заранее. Читай. Трейлер, эйр, суплай, вал, фран, закачки воздуха в трейлер. По куклам, это значит 60-70 водитель. Мотал заранее воздух в трейлер. Тем самым мы заранее приготовимся к пятому тесту. Что-ли не надо будет трогать. Идем дальше. Один прибор второй. Тахометр гейдж. Попробуй. 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 Работает четко, да? Мой батарейт гейдж работает хорошо. Нормальный оперативок от 12 до 14 Вольт. Моя эмирженция индикатор имеет оппозицию, потому что мой чарджер работает хорошо. Потому что если red light is on, то я должен иметь то, что от батареи есть все мощности. Потому что если нет чарджера, то red light будет стоять. Объясняй как можешь. Спиндометр гейдж работает хорошо, sir. Я буду ждать позже, потому что тракт не моет сейчас. Гейдж работает хорошо. У меня достаточно силы, sir, не волнуйтесь. У меня достаточно силы и нет энергии. У меня достаточно силы. Не волнуйтесь, что мы не станем по дороге. Примарий и секретарь дэйдж. Два прибора воздушного давления. Примарий дэйдж, секретарь дэйдж. Нормал оперейтинг форпов, вон твой не подписывай. Нормальная какая-то работа 125. Полная система. Примарий и эрпрэш и дэйдж, хаумени прожай хэвэнсэ май эртэнк. Накопитель, сколько я имею. Секретарь и эрпрэш и дэйдж, хаумени эрпрэш, ай аплай форбрэйк бэгг. Луп. 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 Понимай, это прибор ходного давления, это разгонного давления. Легче понимать, сколько ты заработал сегодня и сколько ты потратил. Пришло в шоке. Отсюда движемся, вот наш путь следующий. Мой хитер миру, вот так шутя виртуально. Хитер миру, working good secure. Мой хитер дефротор air condition. Окей, так. Это дефротор, смотри на лобовое стекло. Вот-вот. Мой дефротор working good secure. Мой хитер. Мой хитер. В правую сторону, вот красная на хитер. Вот красная. Бум-бум, мой хитер working good secure. Мой хитер покороче горячка, чтоб не пошла. Чтоб не пошел горячий воздух, выкидка. Эркондейшн, на синенькую. Бум-бум, бум. Мой хитер working good secure. Сейчас опять поставим на максимум. Моторчик до упора вправо, а эти оба влево. Максимум холода в кабине. Ох, она не всякие här машины, которы ты закits в том числе. Вот так. Мой хитер. У меня есть запасные точки. Конечно, нет. Но надо предвeden Окей. Давай дальше поехали. смотри по схеме мы идем по дорожная карта проверили эти три идем дальше а как это вот вот отлично оттуда рука идёт сюда поэмерженцы и клипы где имеют 4 вечера половинного сооружения спейер электрикал фьюз западный фьюз лечитер нормальный шестер фьюз файер эксигвишер файер как файер эксигвишер 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 вот он файер фуличер фуличер вот сюда руку опустишь вон они там трианглы вот я там покажу там итак четыре вещи мы прошли аварийного снаряжения итак после этой всей рутины возвращаемся к воздушным возвращаемся к воздушным тормозам помнишь первые четыре были первые три мотор не работал аэр лик лоуэр прэшер в армии сигнал спринг эмершнди брейк сепети старт энджин пока мы сепети старт все-все в камине проверяли ничего не упустили а если чего-то упустишь все проверили четко если по моей схеме мы будем ходить и вернемся к воздушным тормозам еще четыре при работающем моторе трактор будем проверять паркинг брейк трейлер будем проверять паркинг брейк хэнгл брейк будем проверять сервис брейк будем проверять при работающем моторе так как в основном я с вашими бородатами работаю работают таджики и узбеки все салам алейкум легче запомнить первым делом кто самый главный в семье папа первым делом папку проверять потом папку проверять потом девочку проверяют и у меня мои все саламы никто ничего не путает а с другой школы приходит начинает это дергать тот дергать у меня тот самый главный папа мама и все еще мама бабичка договорились обратите внимание помните когда сигнал базар потух и я наполнил трейлер воздухом я фактически приказался к тесту номер 5 не трогай не трогай эти ручки я буду проверять трактор паркинг приходит ничего посмотреть а это так как я его не доверяю я нажал на тормозной педаль включил передачу тихо снимаем ногу тормозной педали а трансмиссия уже его тянет вперед я снимаю а вдруг поедет перекладываю ногу на педаль газа на негодую а комментируй трактор паркинг приходит если бы были плохие тормозные колодки вот уже тут поволочился правильно это пропустил момент что я думала там она коса вытянута сейчас она на на брейк стоит без воду ходила по выстрелить да как такие пружины там не ходить на колеса киде такой же механизм выбивает выбивает так они оба были выбиты но я когда сигнал базару на потух давление 70-80 я вот это вилл и дел полезное дело и трейлер за пол и заранее приготовился к пятому тесту что мне не надо эти ручки дергать а понимать для памяти пацаны иногда сюда сюда в каком положении оно включено в каком выключении легкий пример мой папа имел запорожек нет и нет запорожек с ручником да как раз имел приехал домой дед наручник взял и пошел домой спать утром уезжая снял с ручника запомни эту позицию наручник наручник с ручника и это легко эти примеру надо запоминать ну что теперь в школе они не учат они не такой такой практики таких примеров ученик начинает я уже замкни драк вот туда-сюда туда-сюда и не знает и так обрати внимание давно этот этот мы помнишь о качаре воду до того его уже и так на включен на передачу чуть-чуть легкую нагрузочку комментирую трактинг на дну если бы были в колодке он бы уже поволочился если бы были плохие колодки или мокрые в смазке попало басло нечаясь и не было бы трения он бы уже чуть поволочился а я комментирую трактинг на дну так вот трактор паркинг-прэйк-боркинг и заканчиваем упражнение нажал на тормозно туда-сюда нет шел следующее какое упражнение бабку мы проверили тебе так бабку чтобы проверять случай сравлю воздух замкнул ну не слышно часть мотора замкнул трейлер а тракт снял с блокировки подал воздух начинали нажал на тормозно металл включил передачу тракт тихонечко туда ногу тормозную металль а вдруг поедет эти плохие колодки а трансмиссия тянет его жестоко вперед очень мощная тяга я перенесел ногу на медальгата и комментирую трактинг на дну я думал трейлер паркинг-прэйк будет заканчиваю упражнение нажал на тормозно на тормозно так не будет следующий тест кого мы проверяем что это вообще вот такое вот где его вообще для чего он вообще там там написано трейлер брейк я не у тебя ты пока не знаешь он уже брал 10 уроков это для если с горы спуститься кто то мама ми уходи чтоб я тебя больше никогда не видел 10 уроков брал просит нас на джекзамен с горы вот кто то если б ты был украинец я б тебе на украинском сделал вот кто то с горочки спустился наверно милый мой идет какой горочек так как Чапаевка помнишь то что вы мужики говорите забудьте теперь Чапаев говорить будет во время движения можно ли вы применять этот тормоз я хочу этот рецепт в туалет могу я на траке на дороге применить и пойти в туалет я думаю нет почему ну не знаю потому что сразу выбрать весь воздух сразу колеса пойдут на замыкание этот тормоз на остановленной машине применить тормоз летит на восстановление так и написано здесь там написано по мне нож чуть чуть во время движения мы нажимаем на тормозной плавно идем к остановке правильно нажимают на тормозной летать мы плавно тормозили и траков и прицепов вот мы едем пришли остановиться прижимаем не женя передумали следующий драк Так, ты же потерпишь до того, что у него, тогда потерплю. Отпускай ногу, петаль, пружина поднимает петаль, трак идет дальше. Еще раз, ну как на легковой машине. Нажимай на тормозный петаль, ты идешь на стену. Помни, нажимай на петаль, ты тормозишь двумя петрахами, и петер. Отпуская ногу, пружина сама поднимает эту петаль, трак идет дальше. Применяя эту ручку, ты тормозишь плавно только прицепом. Только прицепом. Понятно или нет? Ну да, только для прицепа. Ну ты ему скажи, а он где 40 грамм? Ну я говорю же, применяется это только когда, а вот груженый... В кем ты был, агрономом? Да, агрономом. Какой гружен! Никогда ты его... Не используйте его. Он еле продрелый немножко. Еще раз. Нажимай на петаль, ты двумя частями тормозишь. Применяя эту ручку, ты тормозишь только прицепом. Да? Да. Какой тогда вопрос, видишь, он и глаза открыл, отзрел. Когда ты его должен применять? Когда большой груз. Когда большой хуй. Я извиняюсь, ну это по-грузке. Когда большой хуй. Тогда не надо думать ни о чем. Никогда ты его во время движения не имеешь права применять. А зачем он нужен? Можете его отломать и замахом кинуть, пускай грядуть. Нет, он нужен, если ты подозреваешь, что у тебя утечка воздуха. Ты сводишь в компанию механику. Механик, у меня где-то утечка воздуха. А он говорит, где? А ты ему должен сказать в драке, я остановился, там-там приезжай. Он говорит, где утечка, в драке или в прицепе. Встань, закачай воздух, примени. Он тебе покажет, что в прицепе есть утечка воздуха. А во время движения когда ты его можешь применять? Никогда. Никогда. Глазами, мечтами младенца глаголят истина. Человек только прижал, а ты взял 20 километров. Мозор там в Европу. Так подождите, нам он нужен только для того, чтобы проверить утечку? Все верно, все верно. Вот, открываешь, что утечка. Звони вот механику, Чистан, нахомя, у меня утечка, я не могу я... Он говорит, где утечка, твою мать? Будем сейчас надо играть. Ты им проверил, что в трейлере этого покажут утечку. Тогда он будет знать, что взять, брейки, чампы, шланги для трейлера. И приедет, я тебе подменяю. Или где трака, если не реагирует где-то здесь, а у здесь не идет. Значит, в траке передней части, вот, смотри, там, шланги. А вопрос можно? Если когда вы ее отпускаете, там что-то должно загореться? Улучшили на круг, никого. Вот как круг. Еще раз. А вы держите тормоз за сих пор? Давай так, начинать термотопеда. Как тормозная педаль работает, так и она работает. Пружина, нажимаю или пружина поднимает. Он не блокируется, как этот губ. Now I check my handle brake. Проверяю мою бэбочку. Нажал, включил драйв. Эти снял папа и мама не помогают. Применил губ. Очень как кушать тормозную педаль, а вдруг поедет. Перекладываю ногу на педаль газа, но не хочу и комментирую. Практика, ну, и вот мой хэндл брэйк, ворки, бэд. Закончил упражнение, нажал на тормозную педаль. Устил, не трал, бухал, там, ну, бухал. Понятно, что ли? Ну, в принципе, это, да, просто информации много. Не, 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 зачем жаловаться? Я же пришел все это узнать. На жалобу книгу наций. Бегатация, бывшая организация, Веденённых наций. Напиши жалобу, что ли, понятно. Да все понятно, надо просто запомниться и все. Я дам бумагу. Да. И ты их официально видел. Да. Будешь смотреть перед сном, меня вспоминают. Поднял, отпустил, как на Запорожье. Ты правильно? Сейчас мы поговорим. Давай еще последний тест проверим. Еще номер 8 есть сервис брэйк. Это номер 5, номер 6, номер 7, номер 8. Чтобы проверить сервис брэйк. После того, как мы быстро будем проверять, и этот выбросил много воздуха, и этот опять много воздуха, и этот опять много воздуха. Если ты тронешься на неполной системе, инспектор может тебя остановить, сэр, может, ты не заметил какую-то утечку воздуха. Значит, проверим, что эти три много выбросили. Много выбросили. Сэр, let me pick up my pressure. Не полностью. Before starting, будем, I'm going to fully charge. И на нейтралочке докачал полную систему. И все. Как? Чтобы трогаться. Чтобы проверять термин, что это. Полная система, где можно трогать. Только. Если не полная система, он тебя может инклинировать. Может, у тебя какая-то утечка. А ты уже трогал, ты уже поехал. Значит, ты с какой-то утечкой уехал. Значит, по дороге эта утечка будет больше-больше. Ты сцанешь на хайвее, ты будешь ждать там на жаре или на холоде. То есть, неправильные твои действия. Понятно ли? Да, но мы опять ее докачиваем до 125. Да? В тех же моментах. Это нажимаем газ. Ускоряем. 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 На нейтралке только. Потому что, если будет включенная передача, и ты даешь газ, увеличиваешь момент вращения трансмиссии, то ты просто был один у меня джиги тоже с бородой. Тоже, салам алейкум, говорил. Он ускорял. На включенной передаче трансмиссия крутит. Он дает газ. Колеса замкнутые. Значит, он дает усиленную нагрузку на карданный вал. А колеса замкнуты. А трансмиссия пытается вращаться. Провернул эту трубу. Карданный вал провернул и оборвал на подвесном подшипнике. Труба в бух. Труба в бух. Разрыв уже от трансмиссии. От ходовой трансмиссии. И разрыв. И уже можно газовать коль до утра. Понятнее, конечно. Так. Как пользоваться этими ручками? Мы будем, как правило, я берегу воздух и конюнку. Я не буду два блокировать. Два мешка воздуха выбросить. Я буду... Ну, там, на остановке. Я потом буду... Я буду блокировать только трак. Этот я буду удерживать. Смотри, удерживай, чтобы он не выскочил. Когда я идти к мешок расходу? Потому что я под колпаком у инспектора. Он следит за моими действиями, понимаешь? Как Шпиллер был под колпаком у Мюллера. Ты читал, чем на тюрьму? Да я смотрел фильм. Так, ты понял? Я буду, как правило, этот применять и этот выжимать. Еще раз. Чтобы я не выбрасывал свадочков. Знаете, чтоб хорошо запомнить. Так как вот на вновь я с бородатами работаю. Если папа идет гулять... Мама с вами с удовольствием... Мамка бежит следом. А, за ним бежит. За ним бежит. А он к соседке пошел или туда, к Машке он пошел. Мамка бежит, проверяй, куда он пошел. Если мамка идет туда, папка не боится. Папка пошел там пиво пить. Папка далеко не убежит. Трое-четверо детей там ждут. Папка за мамка не бежит. Мамка за мамкой бежит. Понятно или нет? А вы когда этот вытягивали, вы эту руку продержали? Еще раз. Чтобы она не вытянулась, да? Да, вот я не. Убирает. Понятно? Понятно. Все. Я замкнул. Все, ты же хотел уйти. Иди уже, иди. Все, я пойду. Я ему хотел лучше сделать удерживал, но он хотел уходить. Я пойду. Я все знаю. Иди, иди уже. Все. Я пошел на питье, посмотрите, я никого там не ударю. Все, я там нахер. Ладно, давайте. По градусу. Я поздравлю, да, ты лучше. Обязательно. Лежний раз я люблю. Новенького я даю, я другого хочу придержать, чтобы эту информацию еще раз объяснить. Лежний раз объяснить, понимаешь? А он рвался уходить. Блин, такая большая машина, а? Да, сейчас. Два часа, сейчас ты приедешь, будешь уже не пустить. Да? Я даю на пусты, я даю. Сейчас я ушел, а у меня куча методиков. Да мне просто вот это запомнить. Вот эти проверки все. Давайте пойдем приезжать. Я не думаю. Выходим, да? Нет, нет, я выхожу правду. А то, что это снаружи, как это все рассказывать? А? Снаружи. Все буду рассказывать, и будут давать бумаги. И будут. Сейчас давай за руль всем. Ты не волнуйся. Все, будь здоров. Мне за руль садится? Ну да.